добрый день я с вами капля мы продолжаем говорить о свободе и сегодня я хотел бы начать потихонечку говорить о свободе вероисповедания и пожалуй начну со свободы исповедовать собственную веру что значит исповедовать исповедовать это значит всевозможными способами вербальными невербальными показывать и говорить о том во что или в кого или как ты веришь поэтому наше с вами понимание свободы в плане исповедания должно быть достаточно адекватным что имею ввиду мы свободны ходить одевать всевозможные украшения майки с надписями религиозного содержания выражающими исповедующими нашу веру мы можем себе на голову прицепить телевизор и демонстрировать там какие-то видеоролики мы свободно можем исповедовать таким или иным образом наши религиозные убеждения например копские христиане в во время крещения вот в этом месте им делают татуировку креста на правой руке когда он здоровается все видят что имеют дело с христианином и знаете меня потрясло это почему потому что мы говорим о египте мы говорим о гонениях мы говорим о мусульманском окружении и не все мусульмане хорошие как нас пытаются заверить деятели ислама и ислам вот нюдь не мирная религия я вам так скажу сегодня конечно на первое место среди мучеников вышла сирия потому что и гил потихоньку завоевывает эту страну но до этого первенства держал египет по числу жертв по числу мучеников и копты невзирая на то что их постоянно убивают постоянно преследуют поджигают церкви взрывают и так далее так далее не каждый из них во время крещения не наносят татуировку и никто не может им это запретить православные христиане католики они носят крестики протестантам сложнее сложнее сама выразиться то есть показать что мы верующие и мы пытаемся делать это добрыми делами мешковатыми костюмами 60-х годов одеждой которая вышла из моды до того как родился мой папа показать что мы не от этого мира и так далее и так далее и так далее но знаете однажды я был на одной писятической конференции на которой глава предложил чтобы все христиане принадлежащие этой конфессии встречая абсолютно любого другого человека говорил мне здравствуйте не привет а приветствую вас и поэтому люди узнают кто мы и я вам так скажу это какой-то мере прижилось и один человек который что-то делал у меня по ремонту он вошел в мой дом и сказал приветствую вас и я понял что он скорее всего местный пятидесятник и он свободен выражать свою веру таким образом это может меня раздражать но у человека есть на это право когда мы видим пляшущих кришнаитов с бубнами в оранжевых одеждах и так далее так далее так далее нас это может раздражать но у них есть право исповедовать свою веру в том числе таким образом многих консервативных христиан раздражает музыка харизматических церквей формы поклонения но у них есть право выражать свою веру таким образом тем более что писание нигде и никоим образом это не запрещает и так свобода вероисповедания в основе ее лежит свободное исповедание своей веры или же еще одна форма которая в нашей стране ограничено это возможность публично вслух исповедать свою веру выйти сказать что ты христианин собрать людей и сказать им друзья я христианин христианин потому потому бог сделал для меня то-то и то-то и поэтому я принял решение следовать за ним эту свободу государства в той или иной мере пытается ограничивать потому что это работает люди слыша исповеди людей верующих могут быть привлечены к этой церкви или религиозным и и и